Летом и без того перегруженные улицы Севастополя превращаются в монотонную пробку, а из-за недостаточного количества стоянок многие водители оставляют машины на местах, предназначенных для парковки людей с ограниченными возможностями. Для инвалидов специально выделенные места важны не только потому, что это облегчает их передвижение, от этого зависит их безопасность. Маломобильной группе населения требуется больше времени и места, чтобы выйти из личного транспорта, а значит остановиться ненадолго не получится. Чтобы иметь право оставить машину на парковке для инвалидов, водитель должен иметь специальный знак и внести номер автомобиля в федеральный реестр. Когда приезжаешь куда-то и вообще нет инвалидного места, приходится просто с людьми становиться. А бывает рядом машина, ты выйдешь, вроде бы сходишь куда-то, приходишь, а машину близко поставили, что невозможно опять залезть. Приходится людей просить, чтобы они отъехали мне, чтобы дверь открылась. Ксения привыкла к тому, что зачастую не может найти свободного парковочного места для инвалидов в центре города. На специально отведенных местах попросту паркуются обычные граждане. В таком случае приходится занимать сразу два парковочных места и ставить автомобиль по диагонали, чтобы обезопасить свой выход из него. Ксения вводит машину самостоятельно. Для этого транспорт переоборудован на ручное управление. Иногда она вынуждена обращаться за помощью к другим автовладельцам, однако ей отказывают. Просто не все ж такие, как, допустим, ну общительные, чтобы там попросить кого-то или что-то. Потому что с ручным управлением люди вообще боятся садиться. А как у вас действует? А как что? На что нажимать? Однозначно занимать парковочное место, выделенное для инвалида, нельзя. Везде в Российской Федерации это работает. Люди не занимают. То есть очень быстро работают органы ГИБДД. В нашем городе они три года не работают. Если машина подъехала без опознавательных знаков, 5-10 минут ее эвакуируют. Естественно, человек платит за эвакуацию, человек платит штраф. В нашем городе, к сожалению, такого нет. По закону за стоянку на месте для инвалидов предусмотрен штраф в размере 5000 рублей. И его нельзя оплатить со скидкой. Но многих автолюбителей это не пугает. И они игнорируют закон. Эта проблема на самом деле решается наверху очень быстро. Мы снизу делаем все, что мы можем. Но мы не можем решить, работать за ГИБДД, например. Ну, это не в наших силах. Тем более, зачастую люди с ограниченными возможностями же не просто так занимают эти места, а возможности их ограничены. Мы даже не всегда органы ГИБДД отвечают. Вот у меня есть письмо, не отвеченное от организации, которое мы писали по поводу прошлого рейда. Сегодня водители, игнорирующих правила дорожного движения, можно легко привлечь к ответственности. Для этого в специальном приложении решаем. Вместе всего лишь нужно внести государственный номер автомобиля, сделать фото или видео и отправить в ГИБДД. У всех на руках есть современные смартфоны, телефоны. Есть соответствующее приложение, в котором очень просто, без особой необходимости даже регистрироваться. Можно указать геолокацию, произвести фото, видео, то есть регистрацию данного нарушения. Естественно, никто не говорит о том, что надо ругаться, либо каким-то образом выражать это в агрессивной форме. Но действительно можно оставить на портале информацию, которая в дальнейшем передается в соответствующие органы и уже идет реакция. Алина Рогожина, Дмитрий Лилека, Севинформбюро.